Сильные чувства, они бывают разные, и мне вот сейчас хочется, когда мы будем на марафоне посмотреть на те сильные чувства, которые сильные не по яркости выражения, какая-то буря эмоций, злость, негодование или недовольство, а сильные по глубине проживания, например, безнадежность или отвращение, например, когда я говорю дочке, что, может быть, ты по линейке подчеркнёшь подлежащее, и она закатывает глаза, у неё такой тяжёлый вздох, и я вижу, что в ней зашкаливает отвращение к моей этой просьбе, по большому счёту требования. Она не видит в этом смысла, и как ей противно делать то, в чём она вообще не видит никакого резона, и для неё это сильные чувства. А я ещё являюсь тем триггером, который, получается, просаживает эту её потребность в целесообразности, в смысле, вообще, вот в энергии жизни, для неё это такое занятие вообще. А я пока ещё не готова отказаться от этой стратегии, я пока не смирилась, что она будет от руки, что ли, подчёркивать, как это будет выглядеть. И я такая думаю, господи, как же мне быть и с ней, и себя не оставить, как вот с этим быть? И вот эти чувства, которые... что-то для ценности, про ценности ребёнка, когда ему так важно делать то, в чём он реально видит смысл. Потому что на следующий день я вижу, что она берёт и начинает мыть игрушки из песочницы своей, и такая думает, вот возьму-ка я перемою. И такая, с таким энтузиазмом. Я думаю, какой смысл песочные игрушки мыть, ведь она же будет дальше ими играть в песке. Но она видит в этом смысл и столько жизни, и результативности в том, что она делает. Я думаю, ой, как это всё работает. И как бы мне хотелось, чтобы она видела смысл в том, чтобы почеркнуть по линейке. Но я не могу сделать так, чтобы она его видела. Я не могу ей навязать эту свою ценность про красоту. Или просто вот передать свой опыт, что я хочу, чтобы ты тоже была аккуратной, как вот я люблю. И я бы хотела вот это посмотреть. И мне кажется, наш марафон, он и про это тоже, и про такие чувства. Мне мысль такая пришла, что получается нам трудно, когда мы на разных эмоциональных волнах находимся рядом с нашими детьми. То есть наши дети об одном, а мы в этот конкретный момент про другое. И как при этом сохранить близость, как за этим увидеть что-то большее, чем вот это вот наше различие. Что я хочу туда, а я хочу так, а не так. Ну, то есть вот это вот штаны могу, не могу. По линейке хочу подчеркивать, не хочу. Вот эти вот точки, которые нас различают, сделать, посмотреть, как мы через эти различия можем пойти внутрь и как-то соединиться с тем, что у нас есть общее между нами и нашими детьми. Потому что в близости, да, ну, как бы в близких отношениях с детьми это же острее, наверное, воспринимается. Ну, как с теми, с кем мы близки, мы более ярко проживаем вот эти вот чувства, да. Мы их больше знаем, больше любим. Тем острее и тяжелее нам находиться, когда мы проразны. Мы постоянно ходим и попадаем в одни и те же ситуации. Когда вот найти место, не когда мы уже внутри ситуации, а найти время, место заглянуть и посмотреть, да. Ну, это что-то вклад, который нам облегчает многократное повторение, ну, облегчает нам сделать чуть больше в будущем, да, какой-то задел, что нам будет чуть-чуть полегче с этой стороны, с этой стороны, с этой стороны. И марафон как копилка такая. Сегодня там с одной стороны посмотреть, завтра с другой стороны. И вот, может быть, научиться замедляться, научиться смотреть, ну, чуть по-другому, да, играть в это. Возможно, сложно с вот этими яркими чувствами, сильными детскими. Ну, лично мне, потому что, с одной стороны, хочется дать возможность ребенку проявиться. То есть для меня важно, чтобы у него были чувства, и он их проживал. Они, мои дети, их проживали. Вот, а с другой стороны, мне самой с этими чувствами, ну, то есть во мне что-то возникает, да, и мне нужно сначала как-то кислородную маску на себя одеть и поддержать себя. Мне в этот момент важно, нужно, да, то есть у меня там, не знаю, была цель погулять полчаса, да, на площадке, а оказалось, что вот через 15 минут что-то случилось, и нужно кардинально все перестраивать. И как я в этом нахожусь. Здесь такая как бы двойная задача, и тебя поддержать, и ребенку дать его чувства прожить, и еще и помочь как-нибудь ему показать, не знаю, как правильно проживать, или вот как это, что это значит проживать свои чувства. Вот, и как-то вот в этой вот двойной сложности хочется, правда, не знаю, ну, вот, коснуться, играть, пробовать, ну, вот, в легкую, смотреть. Среди таких же неидеальных родителей, как и ты. Спасибо. 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 Спасибо.